Ребятушки, всем привет! Наконец-то записываю видео, потому что что-то меня этот карантин немного расслабил, и мы с Серёжей только спим до обеда, просыпаемся, кушаем, сидим в телефонах и опять ложимся спать. Ничего практически не делала, так только иногда мыла посуду. Сейчас я чувствую себя хорошо, намного-намного лучше. Из болезни у меня остался только заложенный нос, который я просто не представляю, чем лечить. Я его промываю вот этим вот, как он... Короче, риносток, ну типа морская вода. Естественно, это не помогает, так как сосудосуживающие капли, но их много нельзя, к ним у меня привыкание постоянное, поэтому лечусь как могу. Сегодня воскресенье, в пятницу к нам приезжали врачи, без предупреждения просто. Причём они приезжают только ко мне, а Серёжа на самочувствии вообще не спрашивают. В общем, меня послушали, сказали, что хрипы уже не такие сильные в груди. Измерили, короче, кислород. Господи, как... Не могу запомнить это название. В общем, измеряет насыщение кислородом в крови. Вроде так. В общем, у меня 98%. Почему-то вот только в прошлый раз было 99%. Я такая говорю, а почему упал? Она такая, ну 95 до 100 нормальный, короче. Ну ладно, спасибо. Так, что ещё из интересного. Серёжа сидит ещё 5 дней. У меня через 5 дней, то есть 27-го числа придут брать анализ повторный. Мне его ждать до понедельника. И я сейчас сижу дома минимум до 30-го. Если у меня придёт отрицательный тест, то мне сказали сдать кровь. И всё, и там уже будут закрывать больничный. И я надеюсь, что мне его закроют 30-го, потому что первого мне нужно идти на скрининг. Я пока что запись не отменяла, не переписывалась, потому что всё-таки надеюсь, что меня отпустят. Потому что в понедельник утром, по идее, должен уже пройти результат теста. Если он отрицательный, то, соответственно, я уже не заразная, я могу выходить из дома. В консультацию меня пустят только со справкой о том, что... Ну, от терапевта, что я могу посещать консультацию. И с отрицательным тестом. Так и живём. Сейчас я пойду зашивать Серёжную форму. Вчера перестирала. Сегодня ещё хочу разобрать наш шкаф. Но как я его разберу, я не знаю. Потому что у меня что-то так сил нету из-за того, что ты чувствуешь себя расслабленным. Но то, что у тебя ещё дофига времени, ты можешь там хоть ваяться и ничего не делать. Но всё равно уже от этого ничего не делаю, а не ты устаёшь. Кстати, я не помню, рассказывала или нет. Сначала Серёжу разрешили выходить из дома в маске, в перчатках, ну, в магазин, в аптеку. А потом на следующий день нам позвонили и сказали то, что, типа, желательно, чтобы он вообще никуда не выходил. Ну, мы такие, ладно, что поделать. И у меня здесь рядом живёт моя тётя двоюродная. И мы её попросили сходить нам за продуктами, потому что самим нам нельзя выходить в доставку. Мы что-то не стали заказывать. Я думаю, ладно, нам помогли, мы поможем потом в следующий раз. Но все могут оказаться в такой ситуации. И ни один врач нам не сказал то, что там, ну, есть же какая-то помощь там волонтёрская, что, типа, вам приносят лекарства и продукты домой. Ни один врач нам об этом не сказал. Сама я уже не стала в это лезть и говорю, ладно, не хочу забивать себе эти проблемы. Ты пока этого дождёшься, тебя уже больничные закроют, и тебе это уже всё не нужно будет. В общем, не стали мы этой услугой пользоваться, так сказать. Но, как бы, государство говорит сидеть дома, да, там новые законы придумывают для контактных, а для людей, которые болеют, по сути, вообще ничего нет. Если бы у меня не было там родственников поблизости, да, в другом городе, например, они живут, как бы в этом случае я ходила в магазин. Да, есть доставки еды, но есть же люди, которые не умеют пользоваться доставками. Ну, например, вот сначала мы заказали продукты моей тёте, потом она пришла, нам всё отдала, нам на два дня, на три хватило, но там ещё есть остатки. Потом мы заказывали еду с ресторана, короче. Вот. И я не знаю просто, как пожилые люди сидят дома, если у них никого нет, но это просто вообще ужас какой-то. Так, у меня сейчас, кстати, идёт уже 20-я неделя беременности. Что у меня изменилось? У меня вообще перестал расти живот, как он у меня был на 16-й неделе, таким он и остался. Я думаю, что это из-за того, что я вообще мало есть опять стала, потому что мы сидим дома, энергию никуда не тратим, соответственно не кушаем. И мне кажется, что в этот раз, когда 9-го числа пойду на приём в консультацию, скорее всего у меня прибавка будет ноль, потому что я даже по себе как-то чувствую, что как будто бы я опять начала терять те полтора килограмма, которые я набрала за беременность. В общем, уже практически половина беременности. Жду скрининга, уже интересно посмотреть, потому что она мне сейчас там пинается. И это, ну, блин, такие толчки прям очень-очень сильные стали. Не такие там как в 17-16 недель, а прям такие чёткие. Я чувствую, когда он переворачивается, особенно ночью, это вообще ужас. Он у меня будит по утрам, я сплю до 10-11 где-то. Я уже чувствую вот эти вот перевороты, шевеления в животе где-то в 8 утра. Я такая, господи, сыночек, давай ещё поспим немного. В общем, активизируется он у меня к вечеру в большинстве случаев, но бывает, что и днём не спит. Так, и живём теперь. И, кстати, ещё мне хочется Новый год. Вот, хочется уже поставить ёлку, но ёлку, я думаю, мы поставим числа 10 декабря, когда отдадим стол, который мы заменили, купили Новый же. И хотим отдать стол, но сейчас я этого не могу сделать, потому что ко мне никто не может прийти, да и как-то просто выставить за дверь, чтобы люди его забрали, тоже как-то не очень хорошо. Вот, будем ждать, когда отдадим стол и поставим ёлочку. А там у меня уже и отпуск 20 декабря начнётся такая вообще классная. И все мне говорят, ну, Диана, вот ты типа сейчас сидишь на больничном, да, дома, никуда не выходишь, ну и как тебе? Так у тебя будет в декрете, я подумала, блин, ребят, ну я в декрете хотя бы могу выйти в магазин, могу выйти там во дворе погулять, могу купить себе что захочу, могу в торговый центр сходить, да, пока не открыто. А сейчас я сижу, я просто только могу выйти на балкон, а то не выхожу, потому что у нас там нету места. Кстати, надо, наверное, сегодня разобрать балкон. Ладно, что-то я опять наболтала, пойду попью чай и пойду заниматься делами. Субтитры сделал DimaTorzok Я сейчас разобрала вот этот вот стол, полбалкона. Здесь я показывала, раньше у меня бутылки валялись, просто я их все сжала и уместила вот в эти вот пакеты. Также там еще два пакета таких с бутылками. И вон в ту коробку я убрала PS6. Пока что его не перерабатывают. Когда будут перерабатывать снова, пока что неизвестно, поэтому у меня там все хранится. Эту часть я пока что не буду разбирать, потому что на балконе прохладно достаточно. А мне хватило того, что я разобрала бутылки наконец-то. Теперь осталось их вывезти, потому что я хотела начать это еще на позапрошлой неделе, но, увы, на улице такая погодка. Хочется погулять. Ребятушки, немного интересной информации для вас. В общем, сижу я такая, играю за компьютером, пью сок яблочный и понимаю, что я как-то очень слабо чувствую вкус этого сока. А потом такая начинаю нюхать кружку и понимаю то, что я вообще не чувствую как бы запаха. Я такая, ладно, странновато как-то. Потом у меня появилось такое чувство носу, как будто я чувствую запах аммиака. Я думаю, вы понимаете примерно, как он пахнет, аммиак. Это очень неприятно, но не сильно. Потом я беру, нюхаю зубную пасту, очень близко подношу, очень так тяжело вдыхаю и понимаю то, что я не ощущаю ее запаха вот полностью, просто какие-то очень-очень отдаленные нотки. Потом я взяла Сережу на духе, побрызгала. Для меня это очень резкий запах, но я вот так вот подношу к носу вот этот вот колпачок с духами уже, куда я два раза вшикнула и просто не чувствую ничего. Я Сереже говорю, типа понюхай, ты чувствуешь? Он говорит, да, очень хорошо, резко. Я такая чувствую, ну, начинаю нюхать и внюхиваться, я вообще его не чувствую. В общем, у нас закончились запасы еды и мы решили сделать заказ продуктов на этом Сбермаркете, в общем. Я очень давно хотела попробовать и нам пришли наши продукты. Сейчас я вам быстренько покажу. Хочу сначала рассказать то, что если вы не хотите, чтобы вам пришло все в очень большом количестве пакетов, то нужно об этом написать, скорее всего. И в следующий раз, если вы будете делать заказ, я именно так и сделаю. Еще если вы хотите сделать заказ так же, как и я, попробовать этот Сбермаркет, я оставлю вам промокод, который дает скидку, по-моему, 300 рублей или 250 рублей на первую покупку от полутора тысяч. Это очень круто. Я сама воспользовалась таким промокодом и сумма заказа изменилась. Ну, это вроде все, что я хотела сказать. Давайте откроем с вами эти покупочки. В первом пакете мы заказали хлеб и яблоки. Такие вот упакованные уже. Я не знаю, можно ли там заказать на развес. Скорее всего, можно, но мы выбрали такие. Так, в этом пакете все. Здесь отдельный пакет для пуджи. Мы заказали бедра и майонез почему-то в салфановой упаковке. В следующий раз попрошу так не делать. Но ничего, эти пакеты мне все равно пригодятся. Допустим, вот в этих больших молоке двое мусор. Эти я беру в магазин, когда сама идут. Покупаю туда что-то, беру в них. Здесь такой милый кофе. Сейчас вам покажу. Пожалуйста, оцените заказ. Прикольно. Визиточка. Так, печенье. Так как нам еще сидеть 5 дней, минимум, Сережа, до того, как он сможет выйти. Я думаю, нам придется еще делать заказы. Сережа заказал себе кофе. Кофе. Чипсы, естественно, как для них. А, и еще Кока-Колу я себе заказала. Не могу, хочу что-нибудь вредное. Тай. Так, здесь это атленты. Тут нам не надо. Сипсиро. Кетчуп. Я просто еще проверяю, точно кто заказал или нет. Я забыла, о чем говорить. В общем, у нас нету домофона. И я попросила... Да, смотри! Не смотри! Блин, я Сережа вас смешил. У нас не работает домофон, и поэтому у курьера мы обычно пишем, как бы, извините нам телефон, мы попробуем спуститься, либо найдем варианты, как открыть дверь. Но здесь нам не пришлось ничего выискивать, никому не пришлось скинуть ключ от домофона с балкона. А в итоге курьер как-то сам зашел. Я просто попросила, когда он постучался, чтобы оставил возле двери продукты, и мы все забрали, забрали. Получается бесконтактная доставка. Так, еще печеньки. И мы заказали молоко. Три упаковки. То есть три литра. Ну, тут у нас еще скидочка на суши. Это все, отправься в переработку. Это все, что я хотела показать, наверное. Будем разбирать дальше покупочки. И очень классный сервис. Классно, что придумали. Еще в следующий раз, если буду заказывать, я прошу, чтобы поменьше упаковки клали. Тогда вообще будет класс. Еще, я не помню, по-моему, не показывала вам стол, который мы купили. Я здесь уже начинаю потихонечку размещать новогодние штучки. И разместила здесь вот эти вот гирлянды. Свечку поставила. В общем, это тот стол. Я его показывала в одном из видео. Он складывается и просто занимает тут столичек места. А вот этот вот стол мы хотим отдать. Здесь сначала будет стоять елка, а потом будет стоять детская кроватка. Естественно, мы диван сдвинем. Там стол сдвинем, за которым у Сережи ноутбук стоит. И сейчас я покажу, как выглядит вот этот стол в собранном состоянии. Вот так вот он выглядит, когда я его убрала. Тут вообще достаточно места, освобождается. В общем, классная вещь. Вот такие складные столы. Конечно, если бы у нас был большой дом, я бы взяла обычный стол, который не надо складывать и раскладывать. Но для нашего дома это самое то. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok